Смотрю старые советские фильмы, там все вращается вокруг девушки молодой. Два мужика суетятся, носятся с ней, что же она хочет. А женщина, как правило, не знает, что она хочет. Она то одного, то другого, то третьего. Вот совершенно точно, что женщине нужно. Это сильный мужик, волевой, решительный, как Джеймс Бонд. Джеймса Бонда все фильмы снимали. Там специально показывали мужика такого, который мало говорит. Уверенно действует, сильный, настоящий. Вот бабам такой вот это действительно то, что им надо. А вот эта вся херня, которая в последнее время навязана искусственно, когда женщинам не просто дали все права, еще и на голову себе их посадили. И постоянно пытаются им угодить. Она приводит к страданиям и женщин, и мужчин, и детей. Практически все браки распадаются. Везде, что за границей люди с трудом тянут, потом все равно разводятся. Что в России, что где угодно. Потому что вот я даже стригся у марокканцев в парикмахерской. И марокканцы жаловались мне. Здоровые мужики работают, там бороды бреют, стригут. Но жены у них смотрят вот эту всю красивую жизнь, модные журналы листают и требуют этого. Они говорят, ну а где нам взять там воровать? Мы не хотим идти. Кризис сейчас и так денег не особо хватает. А бабам надо. И даже у марокканцев, ты знаешь, в Бельгии бабы уходят из семьи, разводятся, потому что им вот так промывают мозги. На самом деле надо, чтобы все было классически, чтобы все было нормально. Женщина всегда уступает. Женщине всегда нужен контроль, власть над ней. Так в природе устроено. И ломать природу, пытаться идти против природы, это ни к чему хорошему не приводит. Приводит к безумию, к катастрофам. И все, что сейчас происходит, эти кризисы и катастрофы, и навязанное вот это другое мнение, это искусственно создано, специально, чтобы получить как можно больше власти и контроля над несчастными оболваненными людьми. Субтитры создавал DimaTorzok